Привет всем! Всем привет! Вы на канале Кэп Ти Ви Франция И как видите, сегодня мы находимся на кухне А это означает, что мы сегодня будем готовить Первый раз в нашей жизни, можно сказать Ну не в жизни, но на канале уж точно это первый раз Я думаю, что по названию ролика вы уже, конечно же, догадались Что мы будем сегодня готовить Это куисе де гренуе То есть, по-нашему, это лягушачьи лапки Всем известны лягушачьи лапки С которыми связаны стереотипы Я думаю, многие из вас слышали, что французов называют лягушатниками Или то, что они едят эти лягушачьи лапки постоянно Это не совсем так, но об этом я уже буду говорить в процессе Давайте начнем Давайте я вам сначала скажу, что мы будем использовать Использовать мы будем муку Использовать мы будем масло Немного соли И, собственно, сами лягушачьи лапки Так, ну что же, приступаем Я напялил себе гофро на голову Надеюсь, смотрит она именно туда, куда нужно В общем, у нас было два пакетика Один распечатал, я не знаю, наверное, один пока мы будем делать Что нам нужно сделать первым делом Это просто промыть Промыть наши лягушачьи лапки И если они, как видите, здесь это не такой формы Они вот так вот были склеены Мы можем их немножечко разровнять Для того, чтобы было удобнее Теперь мы готовим кляр То есть первое, что я хотел сказать Как я буду их готовить Как мы будем с Артуром их готовить Это не совсем То есть, естественно, есть много способов Которым вы можете приготовить лягушачьи лапки Как и любое другое блюдо Есть, например, французы, которые делают с персиадой Это вот с такой какой-нибудь травичкой С разными соусами Или заливают это все крем фреша, сметаной по-нашему С чесноком Но я буду делать немного по-другому Кто знает, что такое мойва Кто когда-нибудь готовил мойву Тот меня поймет Это просто будут лягушачьи лапки в кляре То есть мы берем немного муки Чуть-чуть Чуть-чуть присолим И просто будем делать кляр Поставим нашу маленькую сковородочку на маленький огонь Пусть она нагревается Соль с мукой перемешаем И туда их окунаем Так, чтобы они у нас хорошенечко вывалились в муке Берем немного масла Добавляем его в нашу сковородочку В нашем случае это оливковое масло Но в принципе вы вольны использовать то, которое вам больше нравится И немножечко даем нагреться нашему маслу Так, ну что же, масло у нас уже подогрелось Оно готово принять нашу первую Нашего первого же банятка Аккуратненько укладываем В принципе можно, у нас сковородочка маленькая Можем по две Например Одновременно жарить Детям лучше находиться на Безопасном расстоянии И пока жарится, что я хотел сказать Продолжая тему о стереотипах Вы знаете, я тоже раньше думал Естественно, меня интересовал этот вопрос Когда я приехал во Францию Что правда ли то, что французы действительно много едят этих Вот для гушачьих лапок И для них это очень-очень важное блюдо Национальное Но вы знаете, на самом деле оказалось, что это не совсем так То есть, по большому счету, это все-таки стереотип Такой же, как, ну я не знаю То, что в России, например Медведи на балалайках играют Или на велосипедах ездят Да, это есть Я лично даже в детстве, помню, видел в цирке Как медведь играл на балалайке Но это не означает, что это повсеместно Стало быть, это не значит, что По всем улицам в России, да Шарахаются медведи и играют на балалайках То же самое с жабьими лапками Или лягушачьими лапками, правильно, наверное, сказать Когда я интересовался у французов А я это делал практически сразу, да Хотел выяснить, так ли это Я очень много французов опросил И вы знаете, что оказалось На самом деле, есть много французов Которые вообще никогда не пробовали их То есть, за всю свою жизнь Они просто даже ни разу не пробовали Понимаете, да, о чем это говорит? О том, что, ну, в принципе, это не настолько Важное для французов блюдо Да, оно есть, да, здесь есть фермы Которые выращивают специально Таких вот лягушек Ну, мне кажется, лично мое мнение Что это больше рассчитано на туриста Потому что туристы, приезжая сюда во Францию Им интересно попробовать это И да, во многих ресторанах Вы можете это блюдо заказать Ну, либо, как я, вот купить просто в супермаркете В любом вот такой вот Вот такие вот замороженные в пакете Ты сколько раз, Артур, пробовал уже Лягушачьи лапки? Пробовал как раз? Один Один раз пробовал Я, по-моему, тоже один или два Ну, по-моему, это третий максимум Третий раз, когда я их пробую Ну, как видите, вот Они должны принять чуть-чуть Такой золотистый цвет В принципе, мы используем масло Которое придает еще более такой зеленовато-золотистый цвет Оливковое масло Но, по большому счету Они не должны быть и какого-то коричневого цвета Они примерно Примерно должны остаться такие же бледненькие Но, ну, сколько там Три-четыре минуты для готовки достаточно Я думаю, вот сейчас Первые две уже вполне себе готовы И мы их просто перекладываем в люце С каким-нибудь папирусом Или бумагой Для того, чтобы масло стекло с них И они не были такими жирными Так, ну что же, вот и готовы наши красавцы Мы так постарались немножечко с Артуром украсить наше блюдо Ну как? Это На что похоже? Похоже на Какое-то самое обычное мясо на планете Ну, на самом деле так и есть Я бы сказал, что это Что-то среднее между куриным вкусом И может быть немножечко рыбным Чуть-чуть Но, в принципе, это такая, знаете, нежная Нежное куриное мясо Причем, скорее, это белое, наверное, куриное мясо Просто очень нежное и мягкое Вот такие они на вкус И, что еще забавно Когда вот их съедаешь Там внутри у них косточки такие Малюсенькие такие Очень даже похожи, не знаю, на человеческие, что ли Такие форма именно костей Ну, на самом деле Как по мне, так это, знаете, что-то такое Баловство, что ли Не столь серьезная еда Французы, они любят пробовать Все практически, что можно съесть Знаете, просто для разнообразия В каком-то смысле можно сказать, что Ну, не знаю Так по-злому, конечно Ну, как жиру бесится, что ли Ну, у них действительно нет проблем с едой И они могут себе позволить Уже для разнообразия Что-нибудь вот такое Не знаю, каких-нибудь Лягушек или Голубей, например Или Разные вот эти морские Там, ракушки В общем, очень большое разнообразие всего И Ну, вот им нравится Для меня это, конечно Ну, попробовать, да Интересно один разок Но по большому счету Слишком уж такого Такого интереса Есть это постоянно Конечно же, нет А вот здесь находится То самое озеро Где Ну, как озеро Водоем В котором выращивают Вот тех самых лягушек Здесь, правда Как видите, написано Что это территория Частная И вход сюда запрещен Но я постараюсь Сейчас вам Чуть-чуть снять Вот так вот выглядит Этот водоемчик Квадратный Ну, как-то вот Где-то здесь они Я не знаю Сейчас их не слышно Может быть, не сезон Я не знаю С января по июнь Написано В принципе, сейчас февраль Как раз По идее Они должны быть Может быть Они еще маленькие Я не знаю Это уже Я не смогу вам объяснить Но Вот Мы показали вам Не только Как готовятся Лягушачьи лапки А еще и Где они выращиваются Вот еще Какая-то картинка Здесь Возле Этого Ставочка Смотрите Какие здесь Даже бывают Знаки дорожные Забота о лягушках Как видите В январе С января по июнь Здесь могут Через эту дорогу Переходить Переползать Перелазить Лягушки Даже такой знак есть Ну что же Надеюсь, вам понравился Этот ролик Мы с Артуром Не супер повара Конечно Но Все же Я думаю Смогли приготовить Неплохие Лягушачьи лапки В стиле Нашей мойвы Стоит добавить Поскольку Ну, французы Они делают Они заливают Там еще Различными Сметанными Какими-то соусами Ну, в общем Есть много вариантов Но мне нравится Вот такой вариант Мне кажется Он как раз Оставляет Чистый вкус Именно Чтобы понять И почувствовать Тот самый вкус Без каких-то Дополнительных Бонусов Если вам понравилось Ставьте лайки Увидимся В следующих роликах Бон аппетти Субтитры сделал DimaTorzok